МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водохранилище многолетнего регулирования позволит нам накопить достаточные запасы, чтобы удовлетворить потребности населения в питьевой воде. Это также даст стимул развитию сельского хозяйства, а следовательно укрепит продовольственную безопасность. Этот стратегический объект используется для подачи воды на орошаемые сельскохозяйственные равнины ниже по течению. Но основное назначение плотины – снабжение трех вилоетов или провинций – Типаза, Айн-де-Фля и Шлев. В настоящее время осуществляется амбициозный проект по переброске воды, чтобы соединить это водохранилище с различными муниципалитетами. Наличие взаимосвязанных инфраструктурных объектов важно для справедливого распределения воды и, конечно, для поддержания солидарности между соседними регионами. Это искусственное озеро будет снабжать водой обширную территорию, расположенную на расстоянии около 150 километров отсюда. Трубы, насосные станции и резервуары протянулись на десятки километров в сторону столицы региона – Типазы. Масштабный региональный проект призван улучшить жизнь около полумиллиона человек. Центр управления операцией находится в этой башне. Высота водозаборной башни составляет 94 метра, что примерно равно высоте плотины. Ее возведение проходило в соответствии с национальным планом развития. Я очень горжусь тем, что принимал участие в строительстве. На засушливом юге страны почти нет плотин, но под песком Сахары протекают целые моря. Здесь сформировались одни из самых крупных запасов подземных вод на планете. Жители Таман-Расетта, крупного города в регионе Хагар, получают воду из скважин. Бурение происходит в соседнем Вилоете, за 700 километров отсюда. Таман-Расетт снабжается водой из 24 скважин. У нас есть шесть насосных станций, которые ведут к терминалу, который вы можете видеть позади меня. Затем вода транспортируется в хранилища, расположенные по всему городу. Сейчас подача осуществляется только в региональную столицу, но у нас есть планы по снабжению других населенных пунктов. Чтобы избежать нехватки воды, в густонаселенных прибрежных районах Алжира приоритет отдаётся строительству опреснительных станций. Такие установки уже обеспечивают 17% потребностей страны в питьевой воде. Ожидается, что к 2030-му эта цифра достигнет 60%. Станция Бато-Кассе была введена в эксплуатацию в рекордно короткие сроки в рамках чрезвычайного плана. Её построили за полгода, верно? Именно так. Работа началась в октябре прошлого года. И 20 марта мы вышли на полную мощность – 10 тысяч кубометров в день. Учитывая дефицит воды, мы приложили все усилия, чтобы запустить производство как можно быстрее. В чём конкретная польза для людей? Эта станция производит 10 миллионов литров в день. Если учесть, что один человек потребляет 100 литров в день, это может покрыть потребности 100 тысяч местных жителей. Забор воды осуществляется в километре от побережья. Здесь она проходит несколько процессов очистки, включая более энергоэффективный обратный осмос, после чего минерализируется. Эта технология может быть использована на всём побережье Алжира. С запуском амбициозной государственной программы по строительству пяти новых опреснительных станций, а также благодаря среднесрочному плану, который будет реализован к концу 2030-го, я уверен, что алжирцы больше не будут страдать от погодных условий и низкого уровня наполняемости плотин. Мы также сможем направлять накопленную воду в другие отрасли экономики. Новой задачей для страны должно стать повторное использование сточной воды. На этом всё. Спасибо за то, что были с нами. И до новых выпусков программы «Алжир завтра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова